Истинная история Дракула. Настоящая история князя Влада III Дракулы по прозвищу Цепиш. История очень грустная и очень страшная. Но раз уж мы взялись изучить вампиров как следует, обойтись без этой истории мы никак не сможем. Итак, представь себе. 1459 год. Расцвет Османской империи. Пал Константинополь, столица христианского востока. Исамский полумесяц, по форме напоминающий турецкий этаган, угрожающий всему христианскому миру. И кажется странным, что последние два года победное шествие турецкой армии по Европе удерживает значительно уступающее числом войско крохотного княжества Валахия. Войско, предводительствуемое господарем этой страны. Князем Владом по прозвищу Дракула. Еще его называют Влад Цепиш. Цепиш – сажатель Нак. По всему миру ходят слухи о чудовищной жестокости этого человека и о его особом пристрастии к этому несвойственному для Европы виду казни. А также, уже не слухи даже, а хвалебное словословие невероятной отваги Влада Дракула и его патологической ненависти к мсульманам-завоевателям. Именно благодаря личной отваге и сверхъестественной жестокости князя, маленькое войско Валахии сколько лет удерживает турецкую армию возле своих границ. Каждый солдат знает – лучше с честью погибнуть в бою, чем быть увлеченным в трусости и в муках умереть на колу. А если удастся избегнуть смерти и славу снискать, князь Дракула и наградить может, а щедрость его известна не меньшей, чем жестокость и отвага. 1461 год. Под напором превосходящих сил противника, разбитое Валахское войско вынуждено отступить. Перейдя за Дунай, турки останавливаются возле стен столицы княжества – города Трагавишти. Останавливают их незащитники города. У города уже нет защитников. По крайней мере, живых защитников у Трагавишти к тому времени не осталось. На страже города стоят мертвецы. Вертвецы на кольях. 20 тысяч пленных турок и еще больше валахов, венгров, саксонцев, евреев, болгар. Здесь люди всех возрастов. Здесь крестьяне в простых белых рубахах и бояре в роскошных одеждах. Здесь священники вшитых золотом ризах. Здесь женщины с распущенными, спутанными ветром волосами. Кули располагаются ровными концентрическими кругами. Все холмы вокруг Трагавишти буквально утыканы лесом кольев. Чтобы пройти к воротам города, надо миновать этот жуткий лес. Но даже у такого испытанного, стойкого завоевателя, каким был в 1461 году султан Мехмед II, не хватило духу на это. От вида и невыносимого смрада разлагающихся тел ему сделалось дурно. И он отступил и увел свою армию со словами. Что можем мы сделать с этим человеком? Мехмед II был прав. Против Влада Дракулы, по прозвищу Цепиш, бессильной оказалась даже смерть. Давно канули в лето имена величайших королей, царей и султанов, и неизвестны только историкам. Но имя Дракулы знакомо любому школьнику. Ведь Дракула бессмертен. Продолжение следует...